Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас всех на моем канале! Сегодня у нас буррито, мой любимый. Давненького не было, решила приготовить. Кстати, приготовила я сама. Даже хочу снять рецепт, возможно, на мамин канал я сама сниму рецепт буррито. И еще у нас здесь крейфрут такой очищенный. Все почему-то всегда думают, что это красная рыба. На самом деле нет. Я люблю крейфрут именно такой очищенный. Я сегодня хотела снять мукбанг. Мама мне такая говорит, забей, сядь просто покушай. Устала ты, сколько можно работать? Я говорю, мама, какая работа? Вот реально для меня это не работа, для меня это в удовольствие. Я сижу кушаю и с вами что-то обсуждаю. У меня такое ощущение, что посиделки с подружками. Мама в последнее время так меня жалеет. Как будто я кирпичи таскаю. Подумаешь, видео снимаю. Хватит снимать, мама говорит. Успокойся. Я ей объясняю, для меня ничего сложного нет. Какая разница, сижу я на кухне кушаю или сижу я в этой комнате в своем удовольствии. Ем то, что я хочу. Сколько я хочу. Просто на камеру обсуждаю какую-то тему. То есть, кто тоже хочет начать снимать мукбанги, я лично советую. Вчера на мою почту написала девушка из Чечни. Написала про свои проблемы, что ее преследует семья мужа. И у нее проблемы. Как я поняла, у нее нет документов. И она просила меня, чтобы я помогла ей пересечь границу. Что они угрожают ей. Если она обратится в полицию, то вся семья будет против нее. Впервые я получаю такое письмо. И как без документов человека можно переправить через границу, я сама не знаю, честно. Она просит, чтобы я ее запрятала здесь, в Азербайджане. Но я всегда боюсь таких ситуаций. В том плане, что я лично человека не знаю. Я не знаю, что она там накосячила, почему так произошло. Ведь люди разные. Может, она душевно больная. Потом еще напишет заявление на меня, что ее заставила. В общем, с одной стороны, мне жалко человека. Мне всегда хочется помочь человеку, который находится в беде и в сложной ситуации. А с другой стороны, я просто не представляю, как это можно сделать. Как на это реагировать. Однажды у нас была такая ситуация, когда мы были маленькими, лет по 10, по 12. Папа был проводником. И всегда его направления, это были за границей. И однажды у него были рейсы в Таджикистан. И оттуда молодой парень приехал. После того, как они уже прибыли в Саратов, начал просить, умолять папу, что мне нужна помощь. Я буду работать. Я хочу устроиться здесь. У нас там на родине очень плохая жизнь. То есть нет денег, нет возможности. Мама у меня больная. Очень сложная ситуация жизненная. И папе жалко реально стало. Он привел его к нам домой. Месяц он пожил у нас. Папа его устроил на работу. Правда, не на супер должность, на стройку. Но что было. Сделал ему временную прописку. Вообще, у меня папа очень добрый человек. То есть он любит просто безвозмездно делать что-то доброе, что-то хорошее. Я за салфеточками сгоняла по-быстрому. Надеюсь, что Твикс не пришел и не украл пару оливок, пока я была там. В общем, папа ему помог, чем смог. И мама тоже иногда, кстати, возникала, говорила, непонятно, какой человек ты пускаешь его домой. А папа всегда говорил, зато Бог видит мое добро. через три месяца вдруг мы замечаем, что наш телефон отключен за неуплату. А мы каждый месяц с периодичностью платили за телефон ну, как обычно, абонентскую плату. Я не знаю, как сейчас, но раньше в России, когда с домашнего ты звонишь за границу, это было безумно дорого. Одна минута стоила около 30 рублей. То есть, если ты наговоришь на полчаса, тут уже кругленькая сумма собирается. И так получилось, что первый месяц, когда он только приехал, папа еще не нашел ему работы, он просто был у нас в дом, пока сделаешь прописку все дела. Мы, получается, с братом в школе, мама на работе, и он у нас дома. И пока он был дома, как-то нашел код и звонил к себе домой, на родину. в Таджикистан. Причем каждый день болтал с домашними около получаса. А у нас, то есть, такая система была, не знаю, как у вас, у нас раньше так было, все записывалось на минус. То есть, например, я не помню, сколько, но там минус где-то 9 тысяч было. А мы следующий месяц 350 заплатили абонентскую плату. И потом еще один месяц 350 абонентскую плату. А этот долг так и был. Я мелкая была. Не очень помню все тонкости. В общем, когда он увидел, что это Таджикистан и все дела, он сразу понял, кто это звонил с нашего домашнего номера. На тот момент, уже через 3 месяца, он уже переехал, снял себе комнату. И папа потом с распечаткой пришел к нему и говорит, вот в течение месяца ты звонил к себе домой и наговорил на 9 тысяч рублей. Во-первых, это очень некрасиво и неблагодарно так поступать. Он начал отрицать, что это звонил не он, он не знает, откуда это все. Типа, мол, докажи. У меня, знаете, отец, он никогда не будет лезть в конфликт, в скандал, в драку. Папа просто развернулся и ушел и просто сделал для себя вывод, что так больше делать нельзя. Это стало ему уроком. Я иногда смотрю фильмы русские мелодрамы и там любая приезжая сразу находит себе коренного москвича или москвичку, которая пускает их домой и говорит, я тебе помогу, вот тебе деньги на первое время, не отказывайся, я тебе устрою на работу. Я думаю, что в обычной жизни уже таких людей не осталось. А все знаете почему? Потому что эти люди сталкиваются с горьким опытом. Короче, он так и не отдал эти 9 тысяч. Больше не звонил, не приходил к нам. Папа сам заплатил. То есть он мог бы сказать, например, я не знал, что это платно, например, да. Бывает со всеми, я отдам эти деньги. И поэтому обвинять людей в бессердечности, что люди стали очень холодными, расчетливыми и так далее, это неправильно. К сожалению, жизненные условия, жизненные ситуации люди вокруг заставляют быть таким. Я вам, по-моему, рассказывала. Еще у нас такая ситуация была. Так получилось, что у нас был деревенский туалет. У нас и дома был туалет, и на улице был туалет. И иногда бывало такое, что соседи или какие-то незнакомые люди приходили к нам в туалет. Очень странная ситуация, да? Такое было. И кто-то там оставил пакет с деньгами или кошелек. В общем, в этом пакете было очень много денег. Я не помню, какая сумма была. Я была совсем маленькая. И потом, где-то через пару дней, пришел мужчина и говорит, я, говорит, вас не оставлял пакет. Он даже не был уверен, что именно здесь он оставил свой пакет с деньгами. А сумма была реально большая. И папа спросил, а сколько там было денег? И он сказал ровную сумму. Там как раз были доллары. Папа вытащил, отдал ему эти деньги. И вы не поверите, этот человек в знак спасибо даже 5 рублей, даже 10 рублей не дал. Даже шоколадку. Я не знаю, возможно, это какая-то подстава была или просто случайность человека забыл деньги. Всякое бывает. Не знаю, в чем был прикол. Но человек, когда пришел к нам, постучался в дверь, он не был уверен, что он оставил деньги именно здесь. В Азербайджане у меня был случай, когда я нашла телефон, айфон. Не помню, какой, по-моему, восьмой. Тогда восьмой только вышел. В парк-бульваре в туалете просто на этот телефон позвонили. Я взяла трубку. Я говорю, да, ваш телефон у меня. Я отдала телефон. И, возможно, это суеверие. Возможно, я просто придумываю себе. Но знаете, что я вам хочу сказать? Вчера на мой бумажный канал подписалось почти три с половиной тысячи человек. И просто просмотры огромные. Но есть такие же бумажные каналы, которые офигенно снимают. у них отличное качество. Классные рисунки. Но у них так не набирает. Я к чему это? Возможно, я не права. Но мне кажется, когда ты делаешь что-то хорошее, бескорыстное, то это тебе возвращается. Пусть даже не вернется именно в денежном эквиваленте, но в каком-то успехе. Ну, как-то Бог тебе помогает. Я очень верю в Бога. Сейчас многие со мной не согласятся. Я не делаю намаз. Я не придерживаюсь всех правил ислама. Но я верю в Аллаха. Если я возьму копейку лишнюю у кого-то, например, Бог мне это не простит. У меня там появится какая-то болячка, болезнь. Что-то произойдет с моими близкими. Как-то это уйдет от меня. Так нахваливаю себя. Ужас. Да, я не делаю намаз, но я помогаю животным. Я подкармливаю животных. Я поела. Было очень вкусно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всех люблю. Целую. С вами была Айка. Пока.